К нашему эфиру присоединяется Ренат Давлит-Гильдеев, журналист проекта «Можем объяснить». Ренат, рады вам в эфире «Фридом». Я очень рад приветствовать вас и быть в вашем замечательном эфире. Ренат, так вот, едва ли Попов мог всё это делать за счёт парка «Патриот», если бы не было такого позволения, как считаете? Абсолютно в этом не сомневаюсь и также не сомневаюсь в том, что все эти задержания последнего времени, а у нас что, не неделя, а то какой-нибудь очередной заместитель министра обороны или заместитель управления какого-нибудь министра обороны попадает в СИЗО. И почему, с чем это связано? Очевидно, что Тимур Иванов наконец-то начал давать показания. Тимур Иванов – ключевой заместитель бывшего уже министра обороны Шойгу, человек, который отвечал за всю финансовую составляющую российского военного ведомства. Я абсолютно не сомневаюсь, что вот эти задержания связаны с тем, что он начинает потихонечку раскрывать карты, его допрашивают, допрашивают его уже на протяжении последних месяцев. И я думаю, что тем самым он пытается часть вины себя каким-то образом снять. И я думаю, что ни один ещё генерал высокопоставленный, особенно из финансового департамента, вот ровно так же с руками за спиной мы увидим эти кадры, который будет задержан и отправлен куда-нибудь в места не столь отдалённые. Но так же, о чём мы обязаны говорить? По большому счёту, мы сегодня наблюдаем, как мне кажется, операцию под названием «Развал» российского министерства обороны в том виде, в котором мы привыкли рассуждать и говорить, собственно, о российском военном ведомстве, потому что сейчас происходит смена ролей, так скажем, в российской силовой иерархии. И по большому счёту, то, чем раньше являлось Министерство обороны, теперь это всё будет разделено между двумя такими важными составляющими российской элиты – финансовым блоком, именно поэтому господин Беловусов сейчас назначен министром обороны, и блоком обер-силовым, но и мы об этом также писали, и не только мы, и некоторые коллеги-расследователи. Сегодня, по сути, Федеральная служба безопасности пытается вобрать в себя часть функций Министерства обороны, и, естественно, ФСБ стоит за всеми этими обысками, и, естественно, ФСБ стоит за инициированием преследований высокопоставленных российских генералов и пытается стать это такой сверхсиловой махиной, что ли, да, и, соответственно, начать контролировать больше, больше, больше территорий. Ну и этому, пожалуй, есть очень понятное, в том числе такое культурологическое объяснение, что ли, да, если война является скорее, ну, определяет некое государственное устройство России сегодня, да, то есть война же, она существует, в первую очередь, не на фронте, она существует там в репрессиях внутри страны, в запугивании, в работе с государственной пропагандой, в том, чтобы называть белое черным и так далее, и так далее, то, собственно, и курировать то, что является этой войной, конечно, должна вот эта вот сверхсиловая чекистская группировка, а вовсе не в привычном понимании генералитета. Я думаю, что именно поэтому мы будем наблюдать эти аресты и дальше, которые закончатся развалом, перераспределением роли Министерства обороны, которого не будет уже в следующем году тем органам, к которым мы привыкли. Ренат, важное уточнение, вот вы сказали о занятии вот этой территории, да, правильно я вас понял, территории Федеральной службы безопасности Российской Федерации, над структурой, как любят говорить конспирологи, да, вот такой большой брат, скажем так. Это делается с визой Путина, либо это личные инициативы, скажем так, представителей ФСБ? Ну, я думаю, что делается с визой Путина, и курируется это Николаем Патрушевым, который является одним из наиболее влиятельных людей в сегодняшней российско-политической иерархии, но мы каждый раз, когда мы говорим, вот эти конспирологические рассуждения начинаем вести по поводу того, кто за чем стоит, мы должны напоминать себе и друг другу, что четкого представления о том, кто руководит Россией сегодня, у нас действительно нет, и что именно знает Путин, что именно контролирует Путин, мы сказать не можем, как и не можем мы сказать, насколько близки, например, да, их нынешние взаимоотношения с Николаем Платоновичем Патрушевым, но про то, что позиции Николая Платоновича Патрушева велики, непоколебимы, мы, конечно, можем догадываться, в том числе, например, наблюдая за головокружительной карьерой его сына Патрушева-младшего, которого не так давно опять повысили в российской карьерной иерархии, он семимильными шагами движется по этой лестнице, и его по-прежнему называют одним из вероятных преемников. Но, как считают люди, которые занимаются расследованием того, что происходит с Министерством обороны, понятно, что мы можем ориентироваться только на слухи и сливы, тем не менее, мы можем сделать вывод, что ФСБ вступило в эту войну за создание сверхведомства, сверхсилового ведомства, чтобы все точки сходились только внутрь Федеральной Службы Безопасности, и не было никаких альтернативных силовых центров влияния. Тоже понятно, почему это происходит, потому что любой бунт в России, любую смену власти в России может организовать исключительно некая структура, в которой есть военная составляющая. И мы можем вспомнить прошлогодний бунт Евгения Пригожина, и совсем недавно была годовщина его убийства, когда вы помните, вы частные самолеты сбили в небе над Тверской областью. И тогда даже если вот эта небольшая военизированная группировка смогла до смерти напугать Владимира Путина, что он судорожно покидал свою резиденцию и летел то ли на Валдае, то ли в Бочаров речей, а речей до сих пор мы сказать этого не можем, то как масштабен может быть бунт, который будет организован внутри неконтролируемых военизированных структур, внутри Министерства обороны. Их там много, самые разные батальоны существуют внутри них. И условно говоря, даже на слуху в последней неделе, например, кадыровские полки, они тоже все так или иначе подчинены структурам Министерства обороны. И Аптелу Аудинов, генерал тех, кто к войск, является все-таки штатным военным Министерством обороны. Тем не менее, у него вот эта вот маленькая полукарманная армия кадыровцев. И любой бунт внутри, любой бунт внутри головы одного из генералов, он может привести к непоправимым для российской власти последствиям. Поэтому, конечно же, ФСБ нужно все это контролировать. ФСБ равно Путин, ФСБ равно чекистский путинский ренессанс, ФСБ равно, так или иначе, курирование Николаем Патрушевым, который является, безусловно, ключевым силовиком в сегодняшней российской политической иерархии. И вот вам не кажется, что в СИЗО часто оказываются те, кто сам по себе и не способен бунтовать? Что их образами и историями пугают тех, кто бунтовать, собственно, способен, но пока их трогать как-то не очень хочется, потому что еще могут пригодиться. Вот насколько это действенный способ, на ваш взгляд, ваша оценка? Ну, я думаю, что пугать, это, в принципе, манера российской власти, манера такая чекистская, как гибистская манера. Вот посмотрите, мы запытаем у вас на глазах вашего партнера, коллегу и друга, чтобы у вас даже мысль не возникла в голове о том, что вы тоже имеете право возвышать голос, критиковать действия российских спецслужб или российского президента. Здесь непонятно, между чем и чем мы можем ставить знак равенства. Конечно, показывают, что будет с вами, если вы будете вякать. Если вы будете вякать, если вы будете не соглашаться, если вы будете говорить, что какой-то государственный курс, линия партии и правительства, они соответствуют вашим представлениям о прекрасном. О том, что проигрыши на фронте может быть связаны с неверным руководством действий, боевых действий и так далее. Если человек позволяет себе делать подобные заявления, а мы помним, когда появлялись офицеры, конечно, не на уровне генералов, но на уровне высокопоставленных офицеров, которые записывали видеообращение с критикой Владимира Путина, с критикой руководства Министерства обороны, эти офицеры быстренько убирались из информационного пространства, и они больше не присутствовали на медийном поле. Почему? Потому что, конечно, власти невыгодны, их запугивали, их отстраняли, их отправляли в отставки. И чтобы вот такие не появлялись, то, конечно, нужны вот такие показательные дела. Но мы наблюдаем, что вот сейчас, конечно, эти показательные дела, они в первую очередь касаются генералов из так называемого АХО, административно-хозяйственных управлений, которые не занимаются войной, они занимаются деньгами, бумажками, вот этими коррупционными схемами. Парк Патриот, который вы упоминали, это же главная вообще коррупционная такая, не знаю, и стройка, и просто какая-то обманка была последних лет, потому что, ну, только храм в рамках этого Парка Патриот стоил, строительство храма стоили 2 миллиарда рублей, того самого храма, откуда в последний момент убрали иконы Путина и Сталина, а так-то считается, что они тоже у нас где-то там в божественном пантеоне существуют. Сам парк обошелся в десятки миллиардов рублей, естественно, половина, не знаю, большая часть, я уверен, то есть, как бы, ну, я могу только догадываться, но абсолютно большая часть, я уверен, денег было разворовано, разворовано в том числе Тимуром Ивановым, этими генералами, очевидно, что эти генералы должны оказаться в тюрьме, очевидно, что они варьё, очевидно, что они построили себе золотые дворцы с бронзовыми унитазами, как бы в этом сомневаться вообще не стоит, но они такие, они все винтики в системе, да, система, она, как бы, за них придумала правила игры, они не могли не участвовать в этих коррупционных схемах, потому что если ты в них не участвуешь, ты все равно сядешь, потому что ты обязан быть участником, ты обязан быть, как бы, ты обязан тоже замараться, да, вот, как бы, все люди, которые находятся внутри вот этой коррупционно-силовой модели российской власти, они все должны быть помазаны одной краской, они все должны воровать, они все должны друг друга прикрывать, потому что, как бы, если ты не воруешь, то тебя невозможно потом взять за задницу, а всех нужно, чтобы была, это возможность должна быть у силовиков, у ФСБшников любого наглого зарвавшегося генеральчика-офицера Решко потом вот так вот показательно судить и приговорить к 10-15 годам за преступления, которые ему навязали для совершения. Но тем не менее, это правило игры. К сожалению, по-другому в России невозможно сегодня. Андрей Белоусов, когда, помните, стал министром обороны Российской Федерации, такую фразу сказал, которую военкоры в ракурсе курской операции повторяли. Ошибаться можно, врать нельзя. При Белоусове ситуация изменилась кардинально ли? Вот эти чистки, они вообще, это про коррупцию. Это хоть где-то рублем больше, рублем меньше, тысячами, сотнями, миллионами, как правильно говорить. Я не думаю, что можно Россию очистить от коррупции, потому что коррупция такая идейная составляющая нынешней российской власти. И это все, как бы, это такие показательные суды, бей своих, чтобы другие свои боялись еще больше. Конечно же, никакой рубль дополнительный в российскую казну от этого не упадет. Но просто, когда нужно будет зачистить кого-то, зачистят. А по поводу вот не врать, нельзя не врать. Наоборот, если ты не врешь, значит, ты как бы ненормальный. Врать, врать — это главный принцип российских элит. Если ты врешь, то ты можешь оставаться в этих элитах. Ложь является смыслообразующей структурой современной России как таковой. То есть, с точки зрения какой-то метафизики России, она как бы базируется на этой лжи. Вы знаете, вот я вспоминал уже сегодня в одном из эфиров, в воскресенье 20 лет Веслану, да, и вот на самом деле та точка, вот та точка 20 лет назад, на самом деле точка начала лжи, бесконечной лжи. Как начали врать тогда, так вот бесконечно врут, 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 и ложь стала таким символом этой лжи. Вот мы отмечаем 20 лет лжи как главного принципа руководства страной, которая по-прежнему носит название «Россия». Ренат, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Ренат Давлит-Гильдеев, журналист проекта «Можем объяснить», был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала «Фридом» круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте «Фридом» самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.